Взгляд Я знаю, что вас сложно перебить во время интервью Поэтому я свои три копейки буду вставлять И воспользуюсь тем, что я начинаю А вот можно у меня вот так, на минимум же слава формат И я спрошу не гостя, а своего соведущего Почему вы знаете, что... Потому что я смотрела вчера весь день, весь вечер Всякие интервью с Владимиром Викторовичем Перебить невозможно Да, тяжело очень То есть к вам пришел сам Не сам, но очень уверенный соведущий Вы согласны, Владимир, с такой характеристикой? Нет, не согласен Даже как с вы, из твоих уст Это как минимум странно Это очень интересный вопрос Я, кстати, со своими студентами разбирал Давай мы как сейчас разберем Вот ситуация, допустим, молодая соведущая И мы знакомы давно И, в общем, провестники Понятно, что мы вроде на ты Но тогда получается, что Соня не может тыкать Вот здесь как все-таки нужно Вот в такой конфигурации строить разговор Может все-таки забыть о том, что мы знакомы И на вы для того, чтобы в такую ситуацию не ставить соведущего Когда я вхожу в аудиторию первый раз к студентам В очередную группу Я через полчаса понимаю, что вы к ним Хотя, казалось бы, сидят вы И я искренне говорю им вы Это фальшь И я прошу прощения у них Потом прошу разрешения говорить им ты И они постепенно с этим соглашаются Здесь нет ни амикошонства Здесь нет ни неуважения Здесь нет ничего, кроме одного Одной такой цеховой Какой-то цехового братства Которое начинает Рождаться вот прямо в процессе общения Хорошо Поэтому здесь три журналиста Сонечка, маленькая девочка Конечно же, вы Потому что это красивая, умная дама Первый раз со мной, так сказать Вот я сейчас за стол А второй раз уже на ты будем Не знаю Не знаю, но был бы раз Ну, ты, конечно, смешно, так сказать Вы, ты Потому что я сразу вспоминаю историю недалекую С нашим представителем в ООН Который в глаза смотри Там перевод на английский И так все равно Понимаешь, нет тут и вы, конечно Но в масштабах нашей страны Хорошо Стало возможным тыкать Даже на этом уровне Пытаюсь перебить А с точки зрения слушателя Зрителя не возникает у него ощущение Когда ведущий с гостем на ты Ну, вот они там собрались И фамильярничают Они друг друга знают А мы здесь лишние на этом празднике жизни Они там у них между собой Вот нет такого фактора Замечательно Возьмите пультик И нажмите на кнопочку Вот и все А, кстати, всегда у меня Вот возникает проблема Когда ко мне приходят Мои ровесники в эфир Мы сначала начинаем выкать А потом в процессе разговора Все-таки сбиваешься на ты Потому что Понятно Что в другой обстановке Мы бы не стали Это значит, что вы говорите о том Что дорого вам обоим В том числе и, так сказать Какие-то, может быть, личные дела Хорошо А вот с точки зрения Действительно мэтра и гуру Ну, всем известно Ну, всем людям, которые изучали журналистику Влад Листьев Самый известный, наверное, скажем так Из наших журналистов Может, в силу того, что у него биография Он учился по твоим работам Поэтому этот вот статус-статус гуру Он заработан и учителя Вот с точки зрения учителя и гуру Скажи мне А вот Как вот мне быть? Есть у меня там такой формат Семейный альбом на канале Россия Часто я прихожу в гости К тем людям Ну, там, Игорь Николаев, допустим Которого, ну, я знаю, там, 30 лет Я, поскольку это канал России Это определенная аудитория Я ему на вы А он, естественно, мне Ну, просто это вот мы только что Сидели там в бильярдной Пили водку А сейчас, поднимите Он просто, он же не должен подстраиваться Он мне на ты Я ему на вы Он мне на ты В этой ситуации Мы продолжаем Должны продолжать игру ведущий и гость Продолжать выкатить Или махнуть рукой на формат И тоже перейти на ты Полагаю, что нужно делать так, как удобно вам Вот стоит с раконожки забыть, с какой ноги идти Мы же должны думать о зрителе Если мы не будем думать о том Не думать Не думать о зрителе Абсолютно 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 Сущностная часть того, что вы говорите Куда важнее, чем ваше личное отношение Это все уходит с 2-3 минут, так сказать, начала интервью И все? Хорошо Так программа же называется «Семейный альбом» И мне кажется, это предполагает какое-то, что, не знаю Как будто друг семьи пришел Семейственность какой-то Часто одного человека я знаю Членов семьи не знаю Ну, в общем, это мы сейчас уходим в сторону Очень отмахну Нет, вот 13 лет для меня был абсолютно как-то вишгуру И человеком бесконечно мною уважаемым Эдуард Михайлович Сагалаев Мы, ну он чуть-чуть старше меня И у нас были не просто близкие отношения А почти что близко семейные Потому что у меня тогда не было квартиры, дома И я часто гостил у него со своей дочкой, маленькой тогда И у нас очень близкие были отношения с его женой, с Людой Я имею, вот так сказать Она всегда мою дочку забирала, к себе увела Уводила, а мы, так сказать, с ним продолжали общаться Так вот, мы с ним так и не перешли на «вы» Ой, на «ты» Вот это удивительная вещь Ну, это поюдно То есть вы друг друга на «вы» Или он все-таки тыкал У меня даже мысли такой не было Что он может когда-нибудь стать для меня «ты» Вот такой степени уважения Ну, при этом выпивали Конечно, да не просто выпивали Много Вот, понимаешь, это удивительная вещь Он соскальзывал иногда на «ты» А вот, да, переступая порог Останкина Всегда вы, подчеркнутое «вы», предельно, как бы, не дистанцируясь от меня А предельно подчеркивая абсолютное уважение ко мне Вы, это всегда в русском языке, абсолютное уважение Либо, наоборот, абсолютное, так сказать, отрицание и подчеркивание негативного отношения Если ты, так сказать, был на «ты» и вдруг переходишь на «вы» Вот и все Хорошо Мы вернемся сейчас к заявленной теме беседы То есть черные списки, запреты и все прочее Профессии Я просто хочу пояснить и слушателям, и своей соведущей Соне, откуда, собственно, эта идея возникла Меня господин товарищ Мукусик пригласил на вечер под названием «Судно на Мукусе», который должен был состояться 1 апреля, по-моему Я сказал, что да, да, конечно, с удовольствием приду И потом вдруг отмена И та отмена, я насколько понимаю За два дня За два дня, и она какого-то цензурного толка Поэтому рассказать про этот вечер, во-первых, несостоявшийся И поговорить немножко о том, что действительно ли Мукусев в каких-то черных списках или это мания преследования Для абсолютного большинства людей, особенно имеющих медицинское образование, безусловно, это уже манечка Потому что на 25 лет, так сказать, человек рассказывает о том, что он, так сказать, запрещен Безусловно, надо, так сказать, как бы уже лечить Мания преследования Да, а история очень проста 31 января прошел мой вечер в Цедри, посвященный Муку 65-летию Ну, извини за громкие пафосные слова И по мнению не моему, а тех, кто присутствовал там А там присутствовали не только мои друзья, родные, близкие Но и те, кто купили просто билет на этот вечер Вечер удался И вот руководство Цедри предложило мне сделать, как бы повторить этот успех Ну, 1 апреля, то есть, с некой, так сказать, вот все-таки улыбкой на все то, что, так сказать Вот, причем, было открыто мне абсолютно, как будто карбашно А это не Михаил там приглашал? Нет Нет Я с радостью согласился и понял, что, наверное, 1 апреля действительно с одной стороны творческий вечер А с другой стороны день дурака, значит, надо каким-то образом это совместить И я подумал, да, ну а почему, собственно, не сделать этот самый, например, суд над самим собой В силу того, что, когда я начал думать о том, что я буду делать Я случайно так совпало, перелистывал свой архив и нашел удивительную передачку на кассете ВХС Которая называлась «Большая прогулка», которая была сделана в 92-м году В 92-м году я работал в Новосибирске, делал, так сказать, свою там Взгляд из Новосибирска Взгляд из Новосибирска, свою передачку, да Ну, и это уже была не просто передача одной новой независимой тогда телекомпании А это была часть большого медийного проекта под названием Ассоциация независимых телекомпаний Сибири и Дальнего Востока У меня тогда в штате только работало уже почти 500 человек по всей Сибири 500 человек Да Это все было достаточно серьезно Более 10 городов мы соединили вот в такую одну сеть Это была как бы альтернатива Гостелерадио уже тогда фактически не существовавшего Так вот, ко мне приехали туда ребята из Останкино Тогда это не назывался Первый канал Тогда это, по-моему, была просто телекомпания Останкино И сделали обо мне, так сказать, вот передачу о том, что это такое за ассоциация Как я там работаю, ну и так далее, так далее Плюс еще, так сказать, там депутатские дела И что у меня-то осталось на ВХС Титр в конце Что по распоряжению руководства Останкино Передача вышла только на Дальний Восток А с Первого канала, так сказать, вот она была снята То есть на орбиту Они успели это сделать Повторив в свое время подвиг взглядовский Когда к нам должен был прийти Андрей Дмитриевич Сахаров На первый, собственно, на московский эфир И ужас от того, что Сахаров может оказаться в прямом эфире во взгляде А значит, может долго и ясно излагать свою мысль был такова Что около студии был поставлен милицейский пост И нас с Политковским не пустили туда Мало того, когда прошел эфир на Дальний Восток и орбиту Без Сахарова У меня был Боря Гребенщиков Он там оставил свою гитару Ну, в силу того, что же ее таскать Он ушел куда-то там гулять и так далее Его не пустили взять гитару Хотя у него поезд был, красная стрела Ему нужно было срочно уезжать В этот самый Все, что успел тогда Иванников сделать А Максим Иванников был тогда режиссером этого выпуска Он дал черную строку Которая Передача идет в записи Не по вине молодежной редакции Центрального телевидения И он давал это каждые 15 минут Вот это И это осталось Вариант с орбиты С орбиты С этим вот черным абсолютно траурным, так сказать, надписью Из-за чего? Повторяю, из-за того, что... Какой-то был год? Это 87-й или 88-й? 80-й, наверное, конец это был 89-й даже 89-й? Да Так что, вот эти ребята, которые... И я стал вспоминать А что, собственно, произошло? Произошло следующее Руководство тогдашнего Останкина Оно взглянуло, так сказать, на то, что вот появился я А я тогда, в общем, как бы мало имел отношения к Останкину И это было не просто категорически снято с эфира Те люди, которые делали эту передачу, были уволены И это было сделано громко Настолько громко, что с этого момента началась как бы вот отсечка Когда вот фамилия Мукусев Да вы что, вы хотите, чтобы вас уволили? Никто не объяснял почему Просто это произошло, произошло громко И для меня вот эта, так сказать, отсечка, она стала удивительной историей И до сих пор Потому что прошло 25 лет Я об этом не думала Слушайте, 120 человек в зале 120 человек, да, Лубянка рядом, вопросов нет Но 120 человек в зале Ни одной камеры Ничего И вдруг за два дня до, значит, собственно, вечера А на вечере должны быть замечательные люди Не только присутствующие в жизни Женя Дуделя В качестве свидетеля обведения Но судьей, например, должен был быть Владимир Петрович Лукин Понятно, так сказать, нейтральный человек Всю жизнь нейтральный И в то же время, понятно, что человек абсолютной чистоты и честности Защищать меня должен был Генри Маркович Резник По-настоящему адвокат По большому счету адвокат Руководитель, так сказать, коллеги адвокатских Ну и так далее Это тоже планировался прокурором, я даже не знаю Прокурор должен был быть Александр Кондрашов Обзреватель литературной газеты Да, литературной газеты, да Но дело в том, что он должен был быть не один Всю прокурорскую, как бы, обвиняемую часть Составляли мои студенты Я своим студентам дал задание Найти в интернете Все, что так или иначе связано с Рогунью Бухусева Так сказать, с его обвинением в его адрес Ну и так далее, так далее Мало того Я подарил им в прямом и переносном смысле слова Сохранившиеся материалы Не только взглядовские, но в основном взглядовские Те, которые в свое время вызвали Очень серьезную негативную реакцию у власти И, так сказать, абсолютно позитивную редакцию У большинства мыслящих людей Извините, а в интернете нельзя сейчас это найти? Нет, нельзя Потому что, когда гуглишь взгляд, очень там есть несколько передач Какие-то вылезают Нельзя А какого-то архива нет Получается Нету Они вот существуют в единственном экземпляре у меня И даже одной передачки главной моей так и нет Неважно Я просто перечислю Те материалы, обвинения Которые должны были мои студенты Подготовить в качестве Так сказать, вот Имел я на то право И начал я, конечно, с того, собственно, с чего взгляд начался А взгляд начался через полгода после того, как мы уже работали Так получилось, что мы с Политковским набрали материалов Так или иначе, связанных с проблемами права человека Права человека в самых разных интерпретациях И мы пригласили, дабы не плавать в этой истории Дабы не делать подводки и отводки к материалам А чтобы получить конкретные и очень серьезные комментарии Прямо во время живого эфира Мы пригласили тогда двух людей Александра Максимовича Яковлева Профессор наук, доктор наук Юридических руководителей Тогда какого-то серьезного юридического института И Александра Борина Юридического журналиста Если можно так сказать Литературной газеты тогда Борин, Богат, Чайковская Вот это Юра Щекочихин уже на излете Вот это Они тогда составляли мощнейший такой Юридический клан Литературной газеты Из-за чего литературка была тогда популярна В том числе Не только там 12-м стульями Так вот Мы им показывали материалы И эти люди давали точный, жесткий, юридический комментарий И первый материал был Это фрагмент фильма Герца Франка Высший суд В двух словах расскажу, что это за фильм 20 дней после приговора суда Приговор суда молодому парню был расстрел Высшая мера Он входил к нему в камеру И брал у него интервью Вплоть до последнего дня Когда его побрили, одели, помыли и расстреляли Вот Герц Франк И я взял у него интервью Мы показали этот фрагмент этого фильма И Вбросили фактически В страну Огромную тогда многомиллионную страну Вот эту идею Правильно ли Когда государство лишает жизни человека То есть Идея смертной казни Которая тогда была В масштабе Уголовного кодекса Практически в половине статей Как высшая мера Это нормально И это тогда расколола страну И между прочим И сегодня нету консенсуса По этому вопросу Как только что-то происходит Типа теракта Сразу возникают некие люди Которые на этом пиарятся Дескать Давай вернем смертную казнь И тогда терроризма не будет Глупости конечно Но Но это Об этом разговаривает Так сказать До сих пор Вот эту Тему Я заявил как первую В этом будущем В своем творческом вечере Как Обвинение Мукусио В том Имеет ли право Журналист Поднимать вот такую тему Когда так сказать Есть люди Которые оплакивают Своих родных и близких Потому что И так далее Я хочу более Я понимаю Что вот я перебиваю Но тем не менее Кто мог запретить Творческий вечер Мукусева В 2017 году Кому это могло Что это за силы Что это за лютие Значит я сейчас до конца Просто расскажу В этим вот Фрагментике Чтобы можно было В этих В этом Сущностном Как бы Наполнении Того что должно было Произойти в Цедре Может быть там Мы найдем ответ На этот вопрос Я ведь Не мемуарами Сейчас занимаюсь Второй конечно Материал Это был материал Похороны Ленина Ведь Марк Анатольевич Захаров Хорошо знакомый Нашему другу По своей уже теперь передаче Удивительный Так сказать Человек Ведь мы с ним В течение двух месяцев С ним С Александром Менем Священником И с Владимиром Яковлевичем Цветовым К сожалению Так сказать Вот уже нету Двоих На свете Мы Политобозреватели Я имею в виду Стиль Радио СССР Владимир Цветов Вот мы В четвером Писали сценарий Передачи Прекрасно понимая Что мы только Один раз На первый канал На первую программу На московский эфир Сможем это сообщить Так сказать Народу Что надо вообще-то Что-то делать с Мавзолеем Надо наверное Ленина хоронить Причем Обоснованно это Обоснованно И я играл Так сказать Вот в данном случае Адвоката дьявола Я говорил им Про то Что такое Так сказать Вот допустим Изображение Ленина На портбилете Те кто шел Там вперед В бой Там с этим Ну и так далее Так далее То есть это была Очень серьезная передача Ее к сожалению Нет в живых Но это тоже была тема Имела Не осталось Записи Почему Она была немедленно Размагничена Сразу после эфира Смыли мастер Да Что было важно Ну наверное На Лубенке она есть Потому что писалось Так сказать Там ведь все Прежде всего Я просто Там писалось Это не легенды Нет А я же работал В комиссии По расследованию Действительности То есть Реальные выпуски Взгляда Они писались Писались Я случайно Об этом совершенно узнал Я увидел На ВХС Принадлежащий Лично Тогдашему Премьер-министры Николаю Кассета Может Поможешь Панаты Для себя Безусловно Зарплату Было Не написано Так вот Дальше Это тема Сегодня тоже актуальная тема Восстановления Христа Спасителя Имел ли право Тогда Мухузев Объявлять счет Не просто Говорить о том Что надо поставить Там Часовеньку Либо того Что тем более Восстанавливать храм А даже счет Объявил Пожертвование И сам Отдал там Свои 10 рублей На следующий день У себя там На центральном телеграфе Ну и так далее Я мог еще там 5-6 Так сказать Таких тем Очень важная тема Сейчас Жень Это очень важно Я подарил им Фрагмент Передачи С некто Майором Пустобаевым Который приехал К нам За год До путча 91 года И с полетными Картами С документами Доказал Что проходила Репетиция Будущего Военного переворота Что было потом С майором Мишей Пустобаевым Особый случай Особая история Не буду сейчас Терять на это время Просто я к тому Что имел ли право Например Владимир Мухусев Давать в эфир Да мнение Да Подкрепленные документами Но все таки Человека Который нарушает Не что нибудь А присягу То есть Он оценивал Некие приказы Своего руководства С точки зрения Преступности Приказа Имеет ли право Военные рассуждать Преступные Приказы Или неприступные Не разрушает ли это В принципе Сущность Существования Армии То есть Части государства Вот какие Масштабные темы Мы должны были Поднимать Во всей этой истории Поэтому Весь зал Весь зал Все эти 150 200 человек Это были Присяжные Заседатели Ну вот Ц3 Так я планировал Половина из которых Свидетели Я ожидал Что будет Энное количество Свидетельских показаний Я прекрасно понимал Что это Любая из этих тем Вызовет Серьезное разногласие И сегодня тоже И вот Мы сидим У руководителя Этого самого Ц3 С которой мы Собственно Все это придумали И начинаем И мы рассуждаем На какие темы Нужны нам Мантии судебные Или это будет Все-таки уже игра Какой-то кукольный театр Может быть Без этого Обойдемся Но все равно Ведь нужны Кресла Стулья Что-то должно быть Похожее на суд И в этот момент Раздается Телефонный звонок От директора Этого самого Ц3 С криком Я снимаю Этот вечер Этого вечера не будет Передайте этому Вашему Мукусеву Что ничего этого не будет Это не та личность Вы понимаете Это не та личность Которую мы можем Предоставить сцену Это за два дня Уже до Так сказать Вот этого самого вечера Я понимаю Что человек По голосу Это очевидно Огромкая связь Я понимаю Что человек Настолько напуган И это было Столько раз В моей жизни Начиная Вот Или кончая Тем самым Ц3 А начиная Между прочим Серьезных предложений Товарища Полторанин На возглавить Первый канал Или там Товарища Сысуева Возглавить Второй канал Когда он начинался Как ВГТРК Как холдинг И так далее В какой-то момент Происходит нечто Все эти годы Когда человек От Ой Владимир Ильич Ой Володин Ну я же на ваших Передачах вырос Уж вы пожалуйста Там вот придите На передачу Или возглавьте там Канал Или там сделайте То Вдруг что-то Что-то происходит И человек Меняется в лице Меняется даже В интонации Голоса Условно говоря Видя меня Он переходит На другую сторону Улицы Что происходит Кто Вот дальше Это к психиатру Дальше Это так сказать Вот уже Разговор о том Что Мукусев Ты сумасшедший 25 лет Да кому-то нахрен нужен Столько лет Да тебя вообще забыли И так далее Не забыл Не забыл видимо Тот человек Или та организация Которая так сказать Вот Считает Что этого быть не должно Не должно быть Как вы думаете Вы сказали сначала Сначала тот человек А потом та организация Что они празднуют Сейчас всяческие юбилеи И имели отношение Может быть к телевидению И имеют сегодня Это про лысянками Сейчас вдвоем Которые 80 лет Ну не знаю Я не хотел бы называть Никакие фамилии Но полагаю Что это не исключено Ну Я думаю Что Анатолий Григорьевич Все-таки таких рычагов Как бы нет Он все-таки Ну хорошо Вот здесь вот Прозвучал Вот этот эпизод Насчет того Что Гребенщиков пытался Забрать гитару Его не пустили И я ведь о чем подумал Сейчас ведь Фактически Разве можно Хоть что у нас есть Цензура Вот раньше действительно Какого-нибудь Гребенщикова Цоя Которого ты Первый привел Первый эфир Был Группа кино Это Взгляд с Мукусим Запрещали просто Музыкантов Там Людей У которых Между строк Что-то читали Находили Сейчас Разве у нас есть Какие-то запреты На телевидении Кроме тех Которые можно Подверстать Под уголовный кодекс Как-то Призы к свержению Существующего строя То есть То что Юридически Может быть Обосновано А не Обосновано Просто Нежеланием Или капризами Тех или иных Телевизионных чиновников Вот Есть у нас Сейчас цензура Чтобы быть корректным Я бы Поставил сейчас Вместо себя Здесь зеркало Потому что Очень бы важно Мне здесь Твое мнение В силу того Что я лишен Опять же Этого Саоти Людей О чем Ты выходил Наверное Сейчас не в курсе Я просто об этом говорил 15 минут Вот Евгений Юрьевич Работал Во взгляде Возможности Убедиться Так это Или не так Но я Думаю Вот дальше Начинается предположение К сожалению Что сегодня Цензура Другая Не идеологическая А цензура Денег Вот Вот принесешь ты Мишок Денег И будешь ты Участником Любой передачи На любом Большом Телевизорном канале Ну Не совсем так Мне кажется Что просто Рыночные условия Заставляют Людей Занимающихся Телевидением Вообще Медийкой Сходить С того Что принесет Рейтинг А значит И рекламные сборы И деньги Тому и дается Приоритет То что Будет Неинтересно Массовому Зрителю То Зачем Мы будем Эфирное время Попалить И ставить Какой-то эстетский Или может быть Качественный продукт Если бы это так было Если бы во главу Угла ставился Действительно Качество продукта Или контента Да Как сейчас говорят То это было бы правильно И здорово Так оно Мне кажется Что так и есть Тогда небольшой пример Очень короткий В этом году Исполнилось 26 лет Как я Расследую Историю убийства Своих друзей В Югославии Витяна Геннагия И Геннагия И Куренова И слава богу Если здесь можно Славить кого-нибудь Мне удалось Вот добиться Все таки В данном случае От Путина уже Третьего же Президента Которому я общался Которому я обращался Главного Дело Возбуждено Наконец-то И мало того Он наградил Орденами мужества Наших Наших ребят Почему мне было Нужно второе Например Например Я не знаю Как Галя Нагина Но Галя Куреная Вдова Гена Куренова Она ведь Ничего не получает До сих пор А статус Статут ордена Мужества Предполагает Еще и компенсацию Некую материальную Об этом мы тоже Должны думать Так вот Шесть лет назад Когда было Двадцать лет Убийству Ребят в Югославии Я С трудом Переодолевая Честно могу сказать Большое чувство Брезливости И отвращения Все таки Переступил порог Останкина И оказался В кабинете Его руководителя Одного из руководителей Где попросил Очевидной раз Чего я делал Сотни раз На разных каналах В разных газетах Рассказать Об этой истории Рассказать Чтобы привлечь Внимание Власти К этой истории Что люди погибли Осуществляя Свой профессиональный Служебный долг И уехали В командировку И как будто бы Их и не было Это неправильно Можно вопрос Сейчас секундочку Это очень важно От младшего поколения Что важно И вот этот человек Накручивая На пальчик Свои Волосы Такие вьющиеся Раскачивая Молчит И я замолкаю Потому что я все рассказал Что у меня есть материалы Что 20 лет прошло Хороший повод Вот сделайте кино Я все вам отдам Я уже книжку написал По этому поводу Вот это сценарий Фактически готовой передачи Молчание Я говорю Я могу еще раз Все это повторить Ну пожалуйста Сделайте это С первого же канала В конце концов Уехали эти люди В свою последнюю командировку И вдруг я понимаю Что он молчит И ждет от меня Ну дальше-то Дальше-то А дальше Я должен был сказать Сколько я принес с собой денег И когда я сказал Что денег У меня нет Я только с идеей Вы бы видели Как он Подпрыгивал На своем кресле Радостно смеялся Что вот пришел Вообще странный человек Без денег К нам В Останкино Без денег О каких-то там Журналистах Просить сделать фильм Это было ему Очень смешно Можно было бы Набить морду Этой извините Твари Но я вдруг Увидел маленькую фотографию Листьева Который находится У него то ли на стене Там сейчас Не помню было То ли на столе И вот Меня как обожгло Потому что Эта история С деньгами Она опрокинула Меня вот В ту историю Давнишнюю С историю С Листьевым Я подумал Господи А ведь не исключено Что именно в этом кабинете Когда тут был другой Может быть хозяин То есть Был другой Так сказать Обладатель этого кабинета Не исключено Что именно в этом кабинете Решалась судьба Листьева Не исключено Что именно здесь Его заказали И именно потому Что очень хотели Получить те деньги Которые он получил Став руководителем Этого самого Первого канала И я понял Какую глупость Я сделал Кому я пришел Я пришел Так сказать Вот Возвращать добрые имена Журналистом Тем чем я занимаюсь Вот уже 26 лет А я Оказался лицом к лицу Смерзавцем Который Все сделает Но если ты принесешь ему деньги И не важно Будет смотреть кто-нибудь Эту передачу Или не будет Главное чтобы эти деньги получить Вот какая история Женечка Можно от младшего поколения вопрос Я так понимаю На телек вас не пускают Почему нельзя сделать В интернете то же самое Сонечка Насчет не пускают Снять фильм Про тех же Да Но вы говорите Я с призракливостью Перешел Останкино Пришел вот к начальнику Какому-то Да Значит предложил идею Ее отвергли Почему в интернете То же самое не сделали Сонечка Я тебе вам признаю Сейчас очень важная вещь Первые годы Вот после 90-го года Когда я перешел Порук Останкино И сначала уехал в Новосибирск А после расстрела Белого дома Я остался просто в Москве И никем И звали меня никак Я очень переживал Что я не В Останкино Я очень Внутренне Надеялся Что пройдет еще Может быть День Еще неделя Еще месяц Бухсим Еще год И все это Как-то так сказать Образуется Мало того Если было тогда Предложение Иди мукусив Вот тебе там Не знаю Такое-то количество Там долларов Или там Не знаю Рублей Несмотря на Вот Тогда уже Достаточно Сложное отношение С Останкино Я бы пошел Потому что телевидение Для меня это жизнь Ну так получилось Это то, что Как мне кажется Я умею И то, что я С удовольствием Бы занялся Но со временем Я все больше И больше Приходил к мысли Какое счастье Что никому Из них Не пришло В голову Сделать мне Такое предложение Представляешь Если бы сегодня Я бы работал там Ну вот Я иду А напротив Идет По тому же Коридору Не знаю Какой-нибудь Киселев Толстой Не знаю Соловьев И что Убрать руку За спину Ну вот так вот даже Нет А как Как это может быть С чего Сегодня Сейчас Нормальный Так сказать Человек Который Ну так Немножечко Понимает Во всей этой кухне Телевизионной И все-таки Не Извини Не лишился Таких понятий Как еще Честь Достоинство Извини И все остальное Как можно Быть в одном Пространстве С этими людьми На них Не просто Плохие передачи Или хорошие передачи На них кровь И это уже Так сказать Настолько очевидно Каким же образом Кровь Это мы сейчас Про что Они Служат Тому Делу Результатом Которого В том числе К сожалению Еще и Приходят Похоронки Или не приходят А просто приходят Гробы С той же Украины Вот они Вот они Это Оправдывают Если Если Прозвучала Тема Украины То уже Давай тогда Говорить И сравнивать Все в этом мире Относительно На Украине Существуют Черные Списки Просто Там просто Не пускают Музыкантов Ну Наверное Есть же Эталоны И на них Равняться Мерзавцев Независимо От того В какой Стране Они живут А уж тем более Это произнес страшные слова По поводу Там Фашизма И так далее Понимаешь Вот мы Нацизм Имеет место В полной Росте На Украине Конечно Но Что это вдруг Случилось Как ты думаешь На Украине Которая была Частью Огромной Страны Нашей с тобой Страны нашей С тобой Родины Родины Под названием СССР Что вдруг Там Появились Фашисты А у нас Их нет Мы как-то Забываем Щекундочку Они у нас есть Мы сейчас говорим Вот конкретно Вот у нас нету Черных списков Во всяком случае Официальных Там Там Служба Безопасности Украины Она периодически Обновляет Черные списки Официально Что эти люди Вот этот артист Там Я не знаю Олег Табаков Он снимался В таком-то фильме И поэтому Ему въезд Запрещен И кстати Я бы проверил Кстати Может быть И ты тоже В этом Черных списках Я бы хотел Тебе спросить Можно я тебе Задам Тогда вопрос Скажи пожалуйста А где Идут боевые действия Вот сейчас Вот в отношениях Наших Украины И России Где собственно Идут боевые действия Это то здесь Вообще К чему Мы выходим Сейчас За дом Своей компетенцией Потому что мы Не секундочку Жень Но это же Очень важно Я же не Говорю о том Что на Украине Последний Главный редактор Нью-Йорк Таймс Последний главный редактор Как принято говорить Крайний Был уволен За то Что он опубликовал Репортаж Большой Очень Из Юго-Востока Украины Из которого следовало Там просидели Два журналисты Нью-Йорк Таймс В течение двух месяцев Что русских войск Российских войск Там нет Нет И вот после этого Репортажа Он Она Была уволена Вот ты зачем Сейчас все это Говоришь Я же говорю Про другое Неужели ты думаешь Что количество Идиотов И мерзавцев На Украине Как бы Резко сократилось В связи с тем Что она Пошла там В Европу Она выбрала Так сказать Европейский путь Развития Нет Это часть страны Под названием СССР Просто в силу Так сказать Меньшей территории И отсутствие Там углеводородов И всего остального И воровства Там бесконечного Плохой власти Вот всего остального Это все заметней Но важно то Что к сожалению Или к счастью К счастью Наверное для нас Военные действия И вот эта вся Практически Гражданская война Которая На территории Украины Происходит сейчас Дает право Не только Честным Искренним Людям Которые Для которых Украина Это родина Прежде всего И они защищают Эту родину Но и всякого рода Мерзавцам Для которых Это прекрасный повод Для выражения Своих националистических Шовинистических И даже фашистских Так сказать Каких-то убеждений Проявиться В полный рост Вот и все Вот и вся Недолго Понимаешь Они защищают свое Только кто-то Защищают Это искренне От проникновения И влияния Так сказать Соседнего Государства Который Устроил Всю эту там Заваруху А вторые Так сказать Другие Повторяю Как можно защитить Не запретив Там въезд Какому-нибудь Василю Ну Количество Идиотов У нас Количество Идиотов У них К сожалению Зашкаливает Это правда Это правда И это неправильно Но ты говоришь Надо с этим Воевать Как Может быть Мы например Все минские Соглашения Выполним Да и все Мы только по информационной Войну можем Говорить Поэтому Собственно Мы можем Воевать Только Слово Понятно Вот поэтому Ровно Поэтому Я и говорю Что Меня всегда Больше волнует Когда Представитель А не просто Представитель Один из руководителей Нашей думы То есть Ну-ка Законодательные ветви Власти Не стесняясь Рассказывает Так сказать Изумленному Советскому народу Победившему фашизм Вещи Которые Иначе Как пропаганды Фашизма Назвать нельзя Ты забыл Все что говорил Товарищ Толстой По поводу Те кто там Сегодня И сейчас По поводу Исаакия Там было Выступление Намекая На депутатов И их национальность Питерского Законодательного Собрания И так далее Я помню Про черту оседлости Понимаешь Это ведь Это серьезно Женя Это крайне серьезно Мы все говорим Насчет антисемитизма И телевидения Просто я в свое время Антисемитизм Старик Это очень Я в свое время С Димой Дибровым Который Как известно Все время педалирует Что он Донской Казак Вообще Из Ростова В шутку Я сказал Вообще Принцип оппозиционирования Ты же раз Ты казак Ты же должен быть Антисемитом Сказал Ну это была Застольная беседа До что он Очень серьезно Сказал мне Антисемитизм И работа На телевидение Не совместимость И поскольку И поскольку Толстой Как мы знаем Проработал Лес К десятилетиям Начинал Кстати У твоего коллеги Александра Михайловича Любимого Работу на телевидении Он Любимовская Криатура Вот То он Просто Вот По определению Просто Не может быть Антисемитом Мы немножко Все таки Все время Уходим Не уходим Потому что Антисемитизм Это Это Абсолютное Родовое Такое Пятно Родимое Пятно Фашизма Это Для меня Тут нету Ничего Промежуточного Ни единого Вот маленького Какого-то Так сказать Звена Цепочки Антисемитизм Это фашизм Время подходит К концу Про Евровидение Скажем Вот ситуация С Евровидением У нас буквально Одна минута Да Ну очень просто Здесь столкнулись Негодяи И идиоты Негодяи С нашей стороны Которые Эту девчонку Подставили Ну как вот В войне Впереди Фашисты гнали Мирное население Так вот И мы впереди Выставили Девочку На инвалидном кресле А с той стороны Вместо того Чтобы встретить ее И сделать героиней Национальной Дать ей возможность Выступить Они начали Нет у нас Законы Ну и получили вы законы Вы идиоты Извините ребята Вот и все И плохо всем Конечно Это кстати Вопрос о двойных стандартах Потому что Как мы знаем Ей запретили Въезд Потому что Она посещала Украину А группа Машины Времени Успешно Выступает на Украине Хотя Державин Не скрывает Что он посещает Крым И выкладывает Оттуда фотографии Поэтому Это о двойных стандартах О двойных стандартах У нас будет Видимо Следующая беседа Потому что У нас осталось До конца эфира Все несколько секунд Мы к сожалению Не поговорили Не о книге Которую мне С началом эфира Подарил наш гость Взгляд Сквозь время Не о других книгах Я надеюсь Володь что ты придешь Еще к нам Не раз И мы Продолжаем эту тему И постараемся Надеюсь Что это проверим У нас Культовая фигура Отечественной Телеиндустрии Владимир Мкусев Эфир Велик Софья Корзова И я Евгений Додрик Спасибо